Привет, меня зовут Ира, и в этом видео я расскажу о плохих и хороших материалах для рисования мехенди. Для того, чтобы найти качественные материалы, необходимо сначала разобраться в нем, в свойстве, производстве, минусах и плюсах. Поэтому сначала я расскажу о свойствах хны, и вы уже сможете понять, качественные это материалы или нет. Хна – это порошок, который изготавливают из листьев кустарника лавсони, который растет в жарких странах. Листочки с верхней части куста собирают для хны для тела, а листочки с нижней части куста – для волос. Этот куст выращивают как красильное и лекарственное растение. Хну для тела собирают, высушивают, промалывают, просеивают и делают ее такой консистенцией, как мука. Она должна быть очень мелкой для того, чтобы было удобно рисовать. Хну для волос так не просеивают. Чаще всего она попадается с мелким мусором, веточки, листики, и рисовать ей совсем неудобно. Помимо этого, цвет у нее получается не такой яркий, как у хны для тела. Из порошка хны делают пасту для рисования мехенди. И тут уже есть два варианта. Либо вы покупаете готовый заводской конус, либо вы мешаете хну самостоятельно. Профессионалы мешают хну самостоятельно. И когда ты мешаешь хну сам, ты уже понимаешь ее свойства, как она себя ведет, какого цвета она может быть, какой она может быть консистенцией. Ты знаешь про материал все. Поэтому это очень важный опыт, через который должен пройти каждый человек, кто хочет научиться рисовать мехенди. Во-первых, она имеет травяной запах. Иногда некоторые ассоциируют его с запахом для сена. Срок годности готовой пасты небольшой. Паста может испортиться в течение трех дней. Это говорит о ее натуральности. Она безопасна. Вы знаете ее состав. Вы можете его менять. Можно рисовать и детям, и беременным. Паста всегда засыхает корочкой. После ее снятия есть рыжеватый цвет, который темнеет в течение двух дней до темно-коричневого. И только такой цвет есть у натуральных хны. Других цветов не бывает ни черный, ни красный, ни серый, ни синий. Только коричневый. Могут быть различия в оттенках. Может быть более темный, более светлый. В зависимости от части тела, на которой вы рисуете. У заводской хны из всех перечисленных свойств есть только несколько. Она может проявлять коричневый цвет и темнеть до двух дней до этого натурального цвета. Но у нее резкий запах. У многих учениц была аллергия на эту хну. Она проявлялась в головных болях, в кашле и першении в горле у их и их детей. Помимо этого, мы не можем быть уверены в составе. Срок годности у этой пасты тоже непонятен. Потому что она может храниться на полугода, если вам попалось свежее. Но чаще всего она попадается просроченная. Паста густая, рисовать ей невозможно. В отличие от того, если вы сделаете хну самостоятельно. Потому что вы делаете ее сами, знаете состав. И можете сделать такой консистенции, который вам будет удобно рисовать. Эту пасту вы уже не переделаете. Вообще ее можно переделать. Но многие наши ученицы брали вот эту стремную пасту густую. Разбавляли ее водой с сахаром. И пытались рисовать на поверхности. В принципе можно. Но из того, что есть резкий запах. И головная боль все равно долевала. Короче, першение в горле кашляет. Все понятно. На теле цвет не даст. Поэтому лучше просто покинуть ее. И все. Есть еще очень популярная хна. Я не буду называть ее фирму. Она самая популярная, наверное, во всем мире. Она есть везде. Тем более на российском рынке. Ее продают и в художественных магазинах. И в салонах красоты. И выдают ее за натуральную хну. Но это не хна. Потому что ничего из свойств, которые я перечислила ранее, нет нигде ни одного совпадения. Она может быть разных цветов радуги. Красный, зеленый, розовый, синий, фиолетовый. Цвет проявляет моментально сразу. Засыхает пленочкой. Пленочка смывается. Держится рисунок 3-4 дня. В общем, ничего из натурального там нет. Несмотря на это, в составе они пишут, что есть хна, вода, масло эвкалипта, сок лимона и все. Он не совпадает с реальностью. Поэтому это не хна. Использовать такой материал не стоит. Тем более он очень жидкий. И когда вы рисуете, вот эта жидкая консистенция расползается по микротрещинкам кожи. И не получается аккуратного рисунка. Я не видела аллергических реакций с этой краской, но среди моих учениц есть девочки, в которых рисунок сходил вместе с кожей. Поэтому это хлам. Исходя из этого, можно сделать вывод, что лучший материал – это замес, сделанный своими руками. Качественный порошок хны продают только мастерами Хенди. Ни на каких индийских ярмарках или через друзей из Индии в косметических магазинах вы не найдете такой порошок. Мастера Мехенди заказывают проявленных поставщиков. Они долго тестируют эту хну, ищут, пробуют разные рецепты и потом уже продают. Если вы будете заказывать в индийских магазинах или ярмарках, скорее всего, вам могут продать порошок для волос под видом хны для тела. И он будет мусорный, рисовать им будет неудобно и цвет будет неяркий. Если вы будете покупать в косметических магазинах, вам могут продать не хну, а краску. Громовка хны всегда по 100 грамм. Она идет в плотно запечатанных вакуумных пакетах, чтобы она не потеряла свои красящие свойства. Когда мы занимались индийскими товарами, мы через индусы заказали целый килограмм хны. Он нам просто привез такой мешок, как для картошки, и там внутри был килограмм хны. Я обрадовалась, потому что это супер дешевая хна, можно дешево заказывать хну и много. Начала мешать, и она вся оказалась мусорной, там вот эти палочки, веточки. В результате она у нас лежала, наверное, ну где-то, может, год, просто мешок хны лежал, зеленый порошок. Не знаю, если бы менты зашли к нам, то как бы они отреагировали. И, в общем, мне пришлось ее просто выкинуть, просто деньги на ветер. Так что лучше не покупать такую. Для хорошего цвета нашей пасты необходимы эфирные масла. Очень важно найти их хорошего качества, и нужны определенные масла. Для хны подходит масло кайепута, чайного дерева, лаванды, эвкалипта. Есть хорошие фирмы, которые всегда дают хороший результат. Это фирма Aspera, Olios, Firo Oil, Now Food. Aspera и Olios можно найти в наших аптеках, а остальные можно заказать через интернет. Если вы купите масла от других фирм, и не могу вам сказать, какой результат у вас получится. Я не тестировала все масла в мире, поэтому нужно мешать и смотреть на результат. И есть дешевые аптечные масла, которые почему-то продают задорого. И девочки покупают такие масла, и такие, типа, а у меня не проявился цвет, почему, почему. Я говорю, а что ты использовала? Она говорит, у меня все хорошего качества. Я начинаю добытываться, они мне скидывают фотографии их масел. В результате, оказывается, это какое-то непонятное масло. Я говорю, так у тебя масло непонятно какое, заменина нормальная, которая уже проверена, а не заменяет, у них появляется нормальный цвет. Это прям боль. Вот у начинающих нормальные масла прям вот надо найти, которые проверены уже, и все, тогда все получится. Для замеса также нужны пищевая пленка, капрон 20 или 40 ден, сахар и вода, которые есть в любом доме, и все. В следующем видео мы с вами будем мешать их ну. Готовьте материалы.